Друзья, друзья, сегодня у нас очень хорошая лекция. Проблема Евангелия и Закон. Мои дорогие друзья, все вы, наверное, хорошо знаете, ну как, сто процентов знаете, что в мире существует, мы говорим только сейчас о христианском мире. В христианском мире существует очень много деноминаций. Сегодня на нашей земле существует около трех тысяч христианских вероисповеданий. И поэтому представьте себе, как человеку определиться, где правда. Многие люди из-за того, что не имеют информации, думают, что ну что там есть православные католики, там греко-католики, там протестанты, там баптисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы. И думают, что это весь букет. Это только чуть-чуть. И поэтому на земле существует много конфессий. И каждый претендует на то, что он говорит истину. Мы в пятницу с вами попробуем определиться, где же эта истина. Какая конфессия обладает этой истиной. Где же у Бога правда на земле. Есть ли у Бога на земле церковь, которую он называет, это моя церковь. Мы об этом будем говорить в пятницу. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы искренне посмотрели правде в глаза. Что вместе с вами мы имели возможность поразмыслить, откуда возникли проблемы. Как они проникли. И насколько легко человеку, который любит Бога, который верит Библии, насколько легко эту шелуху всю отбросить в сторону и сказать «Каюсь, Господи, пред Тобой, что в слепоте своей следовал не знаю куда, а теперь для меня истина очевидная». Поэтому мы сегодня попытаемся открыть, против какого закона восстает апостол Павел, почему Христос некоторые вещи заявляет в Евангелии, что явно высвечивается, что он выступает против книжников, фарисеев и кажущиеся впечатления, что он выступает против закона. Что же это за закон, против которого закона выступает и Библия, и выступает Новый Завет, выступает апостол Павел в основном. Поэтому сегодня у нас есть преимущества. Но в самом начале давайте мы сделаем некое определение. Послания, которые были написаны апостолами. Кому они были написаны? Вот здесь есть три ответа. Это было написано только неверующим? Это было написано только верующим? Или это было написано всем? Вот смотрите, я один буду воевать против вас. Никогда не всем. Евангелие, Новый Завет делится на четыре части. Первая часть, это четыре евангелиста описывают. Это те, которые видели Иисуса, общались с Ним. И они описывают историю жизни Иисуса и показывают, как исполнились пророчества Ветхого Завета в личности Иисуса Христа. Это Евангелие. Вот эта часть Библии написана абсолютно всем людям. Следующая часть Библии – это Деяние апостолов. Это история Первой христианской церкви. И это написано, опять же, всем людям, которые хотят знать, как развивалось христианство. А затем идут послания. А послания написаны только верующим. И есть еще книга «Апокалипсис», которая пророческая, говорит о последнем времени. Вот смотрите. Послание. То есть существует церковь. Если вы знаете вот эти все названия. Послания к римлянам, послания к Каримской церкви Первой и Второй, послания к Галатам, послания Ефесской церкви, послания к Филиппийцам, послания к Филимону, послания к Колоссянам и так далее. Послание. Кому? Называется город. А в этом городе? Что просто городу? Вот. Послание Винницы. А кому в Виннице? Верующим христианам. И вот посмотрите. Когда возникали... Это для меня очень важный аргумент. Для того, чтобы определить, на чем мы строим фундамент своей веры, как христианин. Послание апостола. Это говорит о том, что христиане... Я хочу, чтобы вы заметили, что христиане, они были уже христианами. Когда Павел пишет, или Петр пишет послание, он пишет тем, кто... Они уже имели фундамент истины. Они не нуждались в том, чтобы апостол Павел говорил им, с чего нужно начинать, как христианину. Они уже были христианами. Они уже знали все, скажем, пункты вероучения. Они знали все догмы, что нужно делать, как нужно делать и так далее. Им нужно только было... Почему пишут послание? Возникали проблемки внутри церкви. Не у безбожников. Внутри церкви христианской возникали трудности, проблемы. Межличностные проблемы. И тогда Божьи служители, апостолы, писали им разъяснение, как поступить в той или иной ситуации, как разрешить ту или иную проблему церкви. Но они писали церкви. Поэтому я делаю серьезный вывод. Послания написаны апостолами. Грех перед Богом использовать их для того, чтобы основывать на них вероучение. Вероучение основывается не на посланиях апостолов. Послания апостолов написаны церкви, которая имела вероучение, но у которой возникали проблемы. И для того, чтобы разрешить проблемы, апостолы писали, как решать ту или иную проблему. Вы меня услышали? Грех перед Богом основывать веру христианскую на посланиях апостолов. Вы слышите, как я говорю? Я не боюсь это говорить. Это абсолютная правда. Основание веры основывается не на посланиях. А послания только помогают некоторые узелки, о которых не было до этого времени написано в писаниях, развязать и поставить точки над «и». Поэтому все христиане, а я хочу сказать, что большинство протестантского мира построили свое вероучение на посланиях. Мне очень жаль. А основы веры вечного Евангелия отодвигаются в сторону. И давайте мы попробуем с вами посмотреть. Наглядный пример, чему учили апостолы. А все, что писано было прежде, написано нам, наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду. Из каких писаний? Будьте откровенны. Из Ветхого Завета, потому что тогда не существовало еще Нового Завета. Итак, основание вероучения, на чем строили апостолы? На Ветхом Завете. Читаем дальше. При том же ты и знаешь из детства священные писания, которые могут тебя умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно, полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Скажите, о каких писаниях говорит апостол молодому Тимофею, что ты из детства знаешь? Какое писание знал из детства Тимофей? Ветхий Завет. Нового Завета не было. И что может сделать Ветхий Завет, с человеком, с христианином? Умудрить. Он может быть обличением, исправлением, наставлением праведности, чтобы человек обистиг праведности Божией. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Это все делает Ветхий Завет. Поэтому я хотел бы, чтобы вы серьезно относились к Библии. Друзья мои, проблема заключается в чем? Да, я задаю тут вопрос. Ветхого Завета достаточно для христианина, чтобы быть спасенным или нет? Недостаточно? Тогда апостол Павел врет, когда он пишет послание Тимофею. Скажите, пожалуйста, есть, ну хорошо, что вы так мне ответили. Если нет, тогда ни один апостол и все первые христиане, они не будут в вечности, потому что они никогда не читали Новый Завет. Как вам нравится это? Апостолы будут в Царстве Божьем? Будут! А первые христиане и тот же Тимофей, он будет в Царстве Божьем или нет? Будет! Как он туда попадет, если бедный никогда не имел в руках Нового Завета? А он основывал свою веру в Иисуса Христа и вообще в Господа Бога на основании Ветхого Завета. Поэтому сегодня я хочу сказать, это огромная ошибка. Ошибка, которую сделали богословы, потому что они поделили Библию на Ветхий Завет и Новый. И они разделили ее на две части и сказали, первая часть относится только иудеям, а вторая часть Новый Завет это для нас христиан. Какой обман! Какой обман! Посмотрите, что говорит апостол Павел. Проповедуй слово. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. И сегодня мы с вами посмотрим, как христианский мир обратился к басням вместо вечного Евангелия, вместо истины Божьей. И они верят всему, чему только возможно, что можно придумать и сфантазировать, вместо того, чтобы верить последовательности вечного Евангелия. Поэтому сегодня давайте попробуем открыть эту великую истину. Ибо Иисус сказал, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как я бы хотел, чтобы сегодня, уходя из этого зала, каждый стал свободным. Абсолютно освободился. Чтобы он чувствовал, я свободный человек. Я понимаю Господа, Он мой Спаситель. И я знаю, что Он меня спас. И я хочу быть верным Ему. И я хочу быть последовательным христианином. А не так только срезать где-то вершки там наверху и думать, что я уже христианин. Христианство это действие. Это не слова. Это не то, что я верующий, я христианин, я люблю Иисуса, я знаю, что Он умер за меня. Это всего лишь ноль от того, что я это знаю и это заявляю. Христианство это действие. И поэтому мы сегодня попробуем определиться, как это быть свободным, когда вы познаете истину. Итак, попробуем понять проблему Евангелия закона. Апостол пишет, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Библия говорит о том, что закон, он представляется тенью будущего блага. И, конечно же, возникает вопрос, а что такое будущее блага? Ветхий Завет проповедует, что придет будущее блага, что придет благо, которое принесет радость всему человечеству. Что же это за благо? Давайте прочитаем еще текст. Апостол Павел говорит, ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Позвольте задать вопрос, что представляет собой благодать Божью спасительную для всех человеков? Спасибо. Кто-то сказал громко, Христос, Иисус, это спасительная благодать. То, что Он сделал на Голгофе, это спасительная благодать. И всякий верующий в Него имеет вечную жизнь. Библия говорит, и на суд не приходит. Христос это добрая весть. Это благо. И апостол Павел говорит, что благо пришло. Пришло, явилась благодать Божья, и она спасительная для всех человеков. Итак, посмотрите, закон имеет тень будущих благ, и здесь благодать. Вы видите, корень один и тот же. Благ и благодать. Один корень. То есть, благодать. Благодать. И Бог дал благодать. Дал благо людям. И Павел говорит, пришло благо, и это спасительное благо для всех человеков. Итак, закон имеет тень будущих благ. Что представляет закон, который является тенью Иисуса Христа? Мы уже с вами сказали, что благодать это Иисус. Тогда возникает вопрос. В Библии есть закон. В Ветхом Завете есть закон. Этот закон, апостол Павел говорит, есть тень будущего Иисуса Христа. Был тенью будущего Иисуса Христа. Возникает вопрос. Закон, который написан на двух каменных скрижальных 10 заповедей является он тенью. Как он является тенью? Как в этих 10 заповедях можно увидеть Иисуса Христа? Я пробовал очень серьезно исследовать и не нашел ни в одной заповеди ни одной мысли, чтобы он был тенью блага. Никакой не нашел я мысли в законе Божьем в 10 заповедях, чтобы они были благом будущим благом. Итак, это были 10 заповедей или какой-то другой закон. Я должен сказать вам, что проблема многих исследователей и богословов, что они смешали кучу кашу сделали и едят кашу и думают, что они все хорошо понимают. А я люблю раздельно кушать и оно вкуснее. И мы сейчас посмотрим. Это разграничение двух законов знает каждый серьезный исследователь Библии. Это четко знал каждый еврей. Это четко знали пророки и использовали это разделение. Итак, детали, которые отличают Божий закон от другого закона. Посмотрите, что говорит Библия. Правда твоя вечная и закон твой, Божий закон, какой он? Истина! Божий закон это истина! Это очень важно! Это отличительная черта Божьего закона! Это истина! И давайте сделаем открытие одно. Что является Божьим законом? Посмотрите, что говорит Господь прежде чем Он дал закон. Сделай ковчег из дерева сетим и это такой ящик из дерева сетим и было обложено золотом, а затем в ковчег положи откровение, которое я дам тебе. Проблема многих людей, что они попутали очень серьезно и они называют 10 Божьих заповедей законом. Это общепризнанное как бы, но Библия не говорит о 10 Божьих заповедях как о законе. Библия называет их другим языком. Давайте будем читать. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрыжали откровения, скрыжали каменные, на которых написано было перстом Божьим. И взял и положил откровение в ковчег и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. Итак, как Бог называет 10 заповедей? Откровением. А люди как называют закон Божий? Да, люди сегодня называют, я смиряюсь с тем, что сегодня называют это, но Библия не называет откровение законом Божьим. Библия называет это откровением. И только иногда поэтической форме поэты те древние использовали слово закон, чтобы показать, что это об откровении, но они играли тут, играли словами. Еврейская поэзия, она часто играет словами, и они тут же говорят закон, и тут же говорят откровение. Поэтому Божьи 10 заповедей это откровение. Давайте сделаем определение. Божий закон, это он написанный Божьим перстом, является Божьим откровением, и хранится где? В ковчеге. Положи его в ковчег. И написано, и Моисей положил в ковчег откровение. И даже ковчег назвали ковчег откровение, потому что там хранится Божье откровение. Вот это то, что определяет или выделяет Божий закон. Но есть еще один закон, о котором невозможно не знать. И нельзя это совмещать. Это совершенно разные вещи. Закон Моисея, или книга закона называется, она еще пятикнижная Моисея называется, бредовый закон, церемониальный закон, евреи называют Тора. Это все имеет одно и то же существовал вот этот закон. Будем читать. Апостол Павел заявляет, ибо во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, вы слышите? Не откровением Божьим, а законом Моисеевым. Или вот Хелкия первосвященник сказал Шафану Песцу, книгу закона я нашел в Доме Господнем. Вы слышите, как называется? Книга закона, а Божьи десять заповедей это книга? Нет, это скрыжали откровения. А это книга закона, заявление Соломона, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди чей? Есть Божьи заповеди, есть Моисеевы заповеди. И это не одно и то же, друзья мои, мне стыдно за многих богословников, что они слепые. Мне стыдно за них. Давайте будем читать дальше. Итак, кто написал этот закон? Закон или книгу закону? Давайте детали посмотрим этого закона или Моисеева закона. Когда Моисей писал книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господа, сказал, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против вас. Итак, скажите, это одно и то же, где должна была быть книга Моисея? Рядом с чем? Сык ковчегом, которым были положены откровения. И вы заметили, что написано? Очень интересные слова. И она, эта книга закона, там будет свидетельством против вас. Она будет работать против вас. А закон Божий работает против человека, когда он открывает характер Божий. Наверное, нет. Он хочет помочь человеку, чтобы человек видел, в чем его проблема, и искал Господа и прощения у Господа. Поэтому Божьи заповеди направлены, чтобы помочь человеку, а эти, эта книга будет работать против вас, свидетельством будет против вас. Итак, какой закон будет работать против Ибрею? Книга закона будет свидетельством против тебя. Кто пишет этот закон, книгу закона, кто написал? Рука посредника, имя этого посредника? Моисей. Скажите, это правда или ложь? Это правда. Это правда. Ну, а теперь сделаем параллель. Итак, посмотрите на различия этих законов. Закон Божий, написанный перстом Божьим, является Божьим откровением, хранится в Ковчеге Завета. Закон Моисея, это книга закона, написан рукой посредника Моисея и является законом храниться подле Ковчега. Скажите, можно вот этот вот зеленый квадрат, вот нижний, вот разделяющий полоса, вот эту нижнюю часть и эту смешать в одной, сказать, что это одно и тоже? Друзья мои, весь христианский мир смешал кучу и сказал, что это одно. И самое главное, что для них самое главное, отречься от откровения Божьего. И им помогает это сделать закон Моисея. И поэтому они считают, что они умные христиане, спасены Господом, благодатью Господа спасены. Друзья мои, очень серьезно нужно задуматься. Очень серьезно. И мы сегодня попробуем посмотреть. Смотрите, пример закона Моисея, как они работали, насколько это действительно законы. заповедуй Арону и сынами вот закон всесожжения. Скажите, это закон или нет? Библия говорит, это закон. Как нужно его приносить? Скажи Арону и сынами его, вот закон о жертве за грех. Скажите, четко определено, что это закон или нет? Да, Библия заявляет, это закон. И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о левитах от 25 лет и выше должны вступать они на службу для работ, прескиния и собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ. Скажите, это закон или нет? До 25 лет не имеешь права быть священником, не имеешь права работать на левитском служении и в 50 лет ты должен распрощаться с этой работой. Скажите, это положение закона или нет? Да, это закон. Библия говорит, это закон. Друзья мои, и так есть закон, есть закон, который написала рука посредника, рука Моисея. Какова же роль Божьего закона? Мы давайте разграничим работу Божьего закона, Божьего откровения и закона Моисеева, потому что они работают в разных направлениях, абсолютно. Итак, роль закона Божьего, ибо законом познается грех. Помните, как я вам сказал, докажите, что я грешник, правда? Как можно доказать, что я грешник? Открыть 10 заповедей, проверить, проанализировать Антонюка, продиагностировать и показать ему, дорогой, ты в этом грешишь, в этом поэтому ты грешник. Так или нет? Закон показывает, что я грешник. Вот, я не иначе узнал грех, как посредством закона. Как определить, что грех? 10 заповедей помогает определить, что грех. А закон Моисеев не определяет, что такое грех. Только 10 заповедей, нарушение любой из этих 10, прямо или косвенно, это является грехом. И я хочу вам сказать, позвольте сделать еще одно серьезное заявление. Библия это комментарий Господа Бога к 10 его заповедям. В Библии есть история происхождения мира, то есть есть история, в Библии есть предсказания, пророчества, в Библии есть поэзия, и в Библии записаны 10 Божьих заповедей, все остальное в Библии это комментарий Господа Бога к 10 Божьим заповедям. Не человеческий комментарий, а Божий. Поэтому и прямо, и косвенно можно грешить против 10 Божьих заповедей. Итак, что такое 10 Божьих заповедей? Это истина. Это морально-нравственные нормы поведения. Это то, что открывает грех. После распятия Иисуса Христа на кресте Бог не поменял нравственные нормы поведения. То, что было грехом до распятия, является грехом и после смерти Спасителя. Как тогда, так и теперь грех есть нарушение Божьего закона и возмездие за грех что? Смерть. Я хочу вам сказать, это очень серьезно. Ничего Бог не менял. Все осталось тоже. Это морально-нравственные нормы поведения. Как же еврей мог омыться от греха в Ветхом Завете? Вот тут момент, где начинает работать закон Моисея. Вот это момент. То есть закон Божий открыл грех, и человек говорит, я сделал грех, я сделал грех, что мне делать? Моисей говорит, у меня в законе все написано. Читай и делай, как написано. И он читает, бери жертву за такой грех, вот такую жертву, ягненка, барана там, или овцу, или козу, а может быть только горлицу, а может быть быка, и веди в храм. Исповедуй грехи свои, возлагай руки, перерезаешь горло, течет кровь, священник берет этой крови, носит святилище и так далее. Скажите, это просто или это законы? Это не закон? Это закон! Но этот закон, что помогает человеку обрести? Еврей, когда все это сделал, все это сделал, выходит священник и говорит ему, Бог любит тебя, Он прощает тебя, Он прощает каждого грешника, и так, как ты сделал все по книге закона Моисеева, можешь идти с миром домой. И человек идет и радуется, все, сюда пришел грешный, отсюда пошел счастливый, уже без греха, омытый от греха, кровь этих козлов и тельцов, она символично, не по-настоящему символично, как бы омывала человека от греха. Поэтому, смотрите, что нужно было еврею для того, чтобы получить прощение, чтобы со святилища уйти уверенным в своем спасении. Значит, первое, каждый еврей, каждый патриарх, он знал о пришествии Мессии. И они знали, что однажды придет Мессия, семья жены, и поразить змея древнего голову, а змей олицетворял кого? Дьявола и сатану. И что придет Мессия и положит конец. И поэтому этого агнца, которого я несу и заколаю пред Господом во святилище в храме, он, этот агнец, символизирует моего спасителя, Мессию, который придет, чтобы подарить мне вечную жизнь. И поэтому, Господи, я верую, что тогда, когда придет Мессия, он меня спасет. И сегодня смотрю на этого агнца, я это прототип твой, и верую, что ты придешь меня спасти. То есть, это у еврея нужно было, чтобы получить прощение, ему нужно было покаяться, принести жертву и веровать в грядущие, в тень будущих благ, грядущего Мессию, грядущего Спасителя. И вот, если эти три составляющих есть, еврей получал прощение и шел домой свободный, без греха. Как же сегодня христианину иметь прощение грехов? Вот в Новом Завете нашему современному человеку как? Скажите, сегодня в этом зале грешники есть? Конечно. Теперь вот вопрос. Как мне сегодня получить прощение, если я знаю, что я сделал грех? Что мне нужно сделать? Давайте посмотрим. Я должен покаяться в грехе или нет? Да, остается, у еврея было покаяние и у меня тоже остается покаяние. У еврея было, нужно было еще плюс жертву принести, а мне нужно сегодня приносить жертву? Нет. А что нужно? То, что третье было у еврея, а у еврея было вера в грядущего Мессию, а нам вера в пришедшего Мессию. Уже исторический факт, что он пришел, стал спасителем, умер на Голгофе за меня. И там он омыл меня от моих грехов. И я прихожу мысленно на Голгофу и говорю, Господи, согрешил. Сделал, например, там, обворовал то-то и то-то. И сегодня, Господи, искренне все это отдал уже человеку, которого своровал, потому что это зло. И прошу Тебя, прости меня, Господи, омой меня своей кровью. Скажите, Бог услышит такое покаяние? Услышит! Библия говорит, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому, если вы чувствуете, что вы грешник, почаще приходите на Голгофу. Там прощение грехов, там спасение от грехов, там избавление, там очищение, там светлая надежда. Приходите к Иисусу, ну и теперь, конечно, указывала на Христа система обрядов и жертвоприношений, закон Моисеев, но никогда не 10 заповедей. Когда появились 10 заповедей? Давайте вспомним. Четвертая заповедь. На первых страницах Библии написано, при сотворении мира, что Бог сделал с субботой? Он почил, затем что? Благословил и что? И осветил ее. Затем вспомните, когда, скажите, четвертая заповедь работала? Да, она работала до Синая. А затем вспомните, Каин убивает брата своего Авеля. Скажите, заповедь не убей. Работала или нет? Работала, он сделал грех. Библия называет это грехом. Иосиф, когда находится в Египте, будучи рабом и управителем дома Патифара, когда его жена Патифара, его госпожа предлагает ему лечь в постель, а он знает, что это грех, что он говорит? Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Патифаром? Нет! Он знал, что седьмая заповедь работает. И поэтому он не согласился лечь в постель. Он говорит, я боюсь Бога. И я не хочу идти на компромисс со злом, с грехом. Я хочу оставаться верным моему Господу. И поэтому никогда я этого не сделаю. Пусть с тобой спит твой муж Патифар, но я этого не сделаю. И он молодец. Он соблюдал Божьи заповеди. Тогда, когда еще 200 с лишним лет после этого евреи находились в этом, в египетском рабстве. А только потом Бог дал 10 заповедей. И так закон Божий существовал до Синая. А на какое время Бог дал 10 заповедей? Давайте прочитаем. Все заповеди Его верны, тверды, на сколько? Навсегда. Навсегда. Друзья мои, их 10. Не 8 и не 9. И если написано все заповеди Его верны, тверды, на веки, как можно выкинуть две или одну заповедь и находить себе какое-то объяснение, человеческую какую-то философию, для того, чтобы спокойно дышать и грешить? Это же самообман. Давайте посмотрим на другое. Когда появился закон Моисея? Павел, апостол язычников, пишет. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвестило Аврааму, «Тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвую, ибо написано «проклятся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге, законно». Вы услышите это? Потому что я хочу сказать, тем, которые оправдывают себя нарушением какой-либо из 10 заповедей, здесь ни слова не говорится о Божьем откровении, здесь все написано только о книге закона, Моисеева закона, да, книге Моисеева закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный вера и жив будет. Скажите, о каком законе написано? Моисеем. Моисеем законом никто не оправдывается. Здесь не написано о скрыжалях откровения ни одного слова. А христиане, особенно протестантский мир, сегодня базируется на этих текстах, что надо футболить четвертую заповедь. И Божий закон. Но это же неправильно. Давайте читаем дальше. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Мы читаем, когда появился закон Моисеев. Не сказано и потом как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которая есть Христос. Я говорю, Павел говорит, то, что закон, явившийся спустя 430 лет. Какой закон явился спустя 430 лет? Давайте не торопимся. Мы дочитаем до конца. Не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Вы знаете, о чем идет речь? О том, что Аврааму было дано обещание в семени твоем благословятся все народы. Вот после этого, через 430 лет, появился новый закон. Какой? Для чего же этот закон, который появился через 430 лет? Он дан после по причине преступлений. Грехи умножились у людей. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелу рукою чею. Скажите, а это написано о десяти божьих заповедях? Как христианский мир, богословы, серьезные, именитые богословы, читают этот текст и смотрят в этот текст, и видят в нем откровение скрыжали закона Божьего. Никогда не могу понять. Вы видите о скрыжалих откровениях хоть слово здесь? Ничего. Написано все, а рукой посредника через 400 лет был дан закон, а не десять заповедей. А десять заповедей были до Синая. Просто в письменной форме их не было для человека. И правильный Бог своим перстом написал, а здесь рука посредника через ангелов. Вот это очень важно. И мы должны... Скажите, нужно разделять откровения Божьи и закон Моисея? Или можно кашу сделать? Нельзя делать кашу. Иначе, делая кашу, мы погибнем для Царствия Божьего. Мы тогда не будем знать, какой Божий путь, по которому мне идти, чтобы иметь вечную жизнь и спасение. И поэтому я хочу сказать, откуда начинается закон Моисею. Начиная с книги Исход 21 главы и до книги Второзакония, все, что имеет отношение к священодействию в скине собрания или во святилище, в храме, все, что связано со священством, с левицким священством, с жертвоприношениями, это все закон Моисеев, который прекратить свое существование во время пришествия семени. Так Павел пишет. Поэтому с пришествием Христа какой закон заканчивает свое существование? Моисеев. О десяти Божьих заповедях такое написано? Нет, друзья мои. Нет. Итак, пророки четко разделяли этот незакон. Чтобы вы не думали, что это Антонюк придумал. Исайя говорит, обращайтесь к закону и откровению. Когда люди говорят, что нужно идти там, вызывать мертвых духов, чтобы они предсказали, чему нужно быть. А Исайя говорит, грех делайте. Вы обращайтесь к закону Моисею и откровению. И там вы найдете, нужно ли идти к духам умерших, чтобы они предсказали, что ожидает будущих. А в Моисеевом законе и в откровении написано, что это грех, это зло. И поэтому закон Моисеев, это закон. И откровение, оно учит, что такие вещи делать нельзя. И поэтому четко пророки различали, что такое закон и что такое откровение. Закон Божий или откровение основан на любви. И я вам это уже показывал. Ну и теперь у меня вопрос. Первая скрыжаль, четыре заповеди, это по вертикали любого человека к Богу. А шесть на другой скрыжали, это любовь по горизонтали, любовь к ближнему своему. Скажите, увиду того, что Христос был распятан на кресте, что не нужно любить Бога и ближнего больше? Скажите, нужно отвергнуть это? Вы понимаете суть? Люди смешали все и решили, что... Но самое главное, что ни один христианин не отвергает восемь заповедей. Такого христианина на земле не существует, чтобы он восемь заповедей отвергал. Есть такие, которые отвергают одну, и есть такие, которые отвергают две. А все остальные, они говорят, как же, ну это надо делать. А как так, когда Библия говорит, что все заповеди десять на веки и веки. А они решили, что они могут выбрать, какие им подходят, какие им нет. Скажите, это правильно? Нет. Хорошо, идем дальше. Мне попала в руки книга, которая называется «Синай или Голгофа». Это пастор Брынза, евангельские христиане, баптисты, являются как бы компилятором этой книги, этой брошюры. И я просто хочу почитать, меня это тронуло до глубины души. Это непонятные богословия. Израиль жил под действием закона, и эта эпоха всю жизнь регулирующего закона была эпохой переходной. Нам всегда минувший, после того, как мы имеем крест Господень, конечная цель Христос. Он есть и конец закона. И в то же время законодатель нового закона. Для детей Божьих закон отменен. И эти тексты, которые он приводит, это специально его толкование. Они не говорят так. Он не различает законов. Они умерли для закона. Каменные скрижали, как образ природного невозрожденного сердца, разбитые. И на их место явилось плотяное возрожденное сердце, на котором Дух Святой начертал свой закон, благодаря чему человек становится письмом Христовым. Послушайте мое резюме. Какой дух же давал десять Божьих заповедей? Дьявольский, наверное. В Новом Завете Дух Божий дал свой закон. А в Ветхом Завете Бог дал сатанинский закон, десять Божьих заповедей. Вы можете представить, как можно вот это все так играть? То, что было грехом до распятия Иисуса, тоже остается грехом сегодня. Иначе Бог действует бесчестно. Он манипулирует разумными существами. Это мой вывод. Тогда необходимо, чтобы Христос снова пришел в мир и умер за новые грехи нового закона. Если тот закон, Христос умер и упразднил тот закон, и если Он дал новый закон, скажите, этот новый закон люди нарушают или нет? Наверное, тоже нарушают так, как и тот нарушали. А Христос не умирал за этот закон новый. Значит, Ему еще раз нужно прийти и умереть. А книга евреям говорит, 9 глава, 27 текст, что Христос однажды пришел в этот мир и принес себя в жертву для искупления всего человечества. Второй же раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Он раз умер. И вы подумайте себе, когда наступит Царство Божие и Бог возьмет на небо евреев, тех, которые жили до распятия Иисуса Христа, которые были верны Богу, и затем Он возьмет христиан. И евреи, когда посмотрят, что Бог, вот скажем так, муж попадает в Царство Божие, а жена не попадает в Царство Божие, потому что жена нарушала субботу. И представьте себе, приходит еврей в Царство Божие, этот муж, и видит, жены нету, говорит, почему? А ты помнишь, как она нарушала субботу? О, да! А потом смотрит там о Баптии, если пятьдесятник, не имеет значения, христианин Нового Завета заходит туда и говорит, а я плевал на эту субботу, Христос ее упразднил. Что он справедливый, что он его жену не взял в Царство Божие за нарушение субботы, а вот этого после распятия христианина, нарушающего субботу, взял в Царство Божие. Скажите, у Бога будет объяснение? Скажите, это обман или нет? Такой же самый грех по отношению субботы, который был до распятия Христа, такой он грех остается и после распятия. Как заповедь «Не убей» работала до распятия Христа, так она работает и сегодня. И каждая из десяти. Подумайте об этом. Бог не человек, чтобы ему изменяться. Он постоянный, он стабильный, и его заповеди навеки и навеки. Что же тогда произошло? Против какого же закона выступает Павел? Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Какой закон? Это очень интересно. Вы оправдывающие себя законом. Каким? Друзья мои, а мне говорят христиане, что я оправдываю себя Божьим законом. Божьим законом тоже нельзя оправдываться, но здесь слова нету о Божьем законе. Здесь все написано о законе Моисеем. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Скажите, пожалуйста, какая из десяти заповедей говорит о том, что нужно обрезываться? Посмотрите на эти заповеди, посмотрите на них. Говорит, учит хоть одна заповедь об обрезании. Скажите, в каком законе это написано? Книги закона? В Моисеем законе. Но никогда не десять заповедей. И поэтому речь шла в послании Галатом 3 главы. О каком законе? В Моисеевом законе. Книга закона, написанная рукой посредника Моисея, все из этого закона Моисеевого, указывающие на Христа как Мессию, прекратили свое существование со смертью Иисуса Христа. Ну, это я вот цитирую опять те тексты, которые вы уже видели. Поэтому, друзья мои, нельзя подменять и подставлять и обманывать себя и другого человека. Я вам расскажу одну историю. Однажды, это было во время Советской Союзи, и это абсолютная правда. Во время Советского Союза часто были коммунисты священниками. Очень часто было. Ставленниками. Для того, чтобы разрушать церковь и так далее. И вот такой священник один, это в России происходило. Он не знал Писания, не понимал его. Но он отправлял службы. И однажды пришел один человек, который каким-то образом купил, достал Библию. И очень сложно было при Советском Союзе купить и достать Библию. И вот он купил Библию, и он стал читать. И он прочитал первых несколько страниц и прибежал к батюшке. И говорит, батюшка, я вот такое прочитал, такое прочитал. Он говорит, что ты прочитал? Послушайте, уже на первых страницах Библии, первые дети Адама и Евы, Каин убил своего брата. Как это могло? Они знали Бога, только вышли из рая и вдруг уже убивает брата своего. Это же неправильно. Он говорит, подожди, я сейчас скажу. А у него был метод. Он не знал Писание. И он открывал, где откроется. Говорит, сейчас я скажу. И открывает, и читает. Иди, и ты поступай так же. Я вам хочу задать один вопрос. Скажите, можно так подходить к толкованию Священного Писания? Это абсурд! Это абсурд! Бойтесь Бога! Нельзя так толковать Писание! Нужно исследовать его! Нужно собирать все тексты Библии на одну и ту же тему, для того, чтобы вывести урок, что это, что Бог хотел сказать тем или иным действием. Апостол Павел говорит о проблеме. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, который, впрочем, не иной, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Я вам расскажу проблему. Друзья мои, апостол Павел замечательный проповедник Вечного Евангелия. Апостол Павел действительно, он написал однажды, что я больше потрудился, чем все апостолы другие. Я ему абсолютно верю. Изучил апостолов, их жизнь, я хочу сказать, это абсолютная правда. Он больше всех потрудился для Господа, для спасения людей. Чем он занимался? Он шел с одного города в другой, с одной страны в другую страну и проповедовал людям и организовывал новые церкви. И когда он организовал новый церковь, он некоторое время пребывал там, обучал способных людей, как преподавать истину, возлагал руки, молился над ними, так как учат Священное Писание, рукополагал их и предавал их Духу Святому, молясь за них, он покидал их, говорил, проповедуйте Евангелие и дальше обучайте церковь, а я пошел в другой город. И так Павел делал постоянно. Что в это время делали некоторые так называемые христиане, христиане иудействующие, которые чтили закон Моисеев. Они через некоторое время приходят в тот город, где Павел проповедовал, организовал христианскую церковь и говорят, а кто у вас тут, кто организовал эту церковь? Апостол Павел Великий говорят им, о, мы знаем Павла, Павел действительно был великий, но послушайте, Павел постоянно идет организовывать новую церковь, он не успевает все сказать, поэтому мы пришли для того, чтобы помочь сказать вам то, что не успел вам Павел сказать. И они слушали, а они говорили, помимо того, что вы спасаетесь верою в Иисуса Христа, благодатью Господа Иисуса, помимо того, что вам нужно соблюдать заповедь Божьей и так далее, и так далее, помимо того, всего, что является основанием веры, вам нужно еще обрезываться, вам нужно соблюдать еще праздники, кущий праздник, Пасху надо соблюдать, надо вам еще вот это соблюдать, седмицы, вы понимаете, это очень важно, Павел просто не успел, и они дурили, простите, что я правду говорю вот прямо, они дурили, обманывали людей, и хотели язычников сделать иудеями, Павел, когда узнавал об этом, когда к ним посылали гонца и говорили, что пришли вот некоторые и говорят, что это, это делать, а ты нам не говорил, Павел тогда писал послание, и в послании говорил о том, что это ненормально, не нужно вам всего это делать, что я все вам сказал, что нужно, а чего я не говорил, да будет анафема, потому что он преподавал полноту истины Божьей, он все сказал, что нужно для спасения, и поэтому он чувствовал себя искренне чистым перед Господом, а вот те люди создавали проблемы, и поэтому из-за этих проблем появилось так много посланий Павла, из-за того, что иудеи, христиане, сеяли вот эти злые семена, смотрите, дальше идет речь об этом, потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнауей, взял с собой и Тита, но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Элина, не принуждали обрезываться, а обрезание учит закон Моисею, а украшимся лже-братьям, вы слышите, кто? кравшиеся лже-братья, Библия говорит, Христос говорит, последнее время перед пришествием Христа появятся лже-христы, лже-пророки, лже-учителя, которые будут учить неправде, и сегодня очень много лже-пророков и лже-учителей, и поэтому сегодня родилось так много конфессий, Бог это предвидел, Иисус это предвидел, появились лже-братья, скрытно приходившие подсмотреть за нашу свободу, мы ни на час не уступили им и не покорились. Против какого закона выступает Павел? Смотрите, он пишет, о несмысленные галаты, кто предстил вас не покоряться истиной, а истина это что? Заповеди Божьи это истина или нет? Откровения Божьи это истина, и вы не покоряетесь истине, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Закона какого? Моисеева? Через дела закона, обрезание, жертвоприношение, обряды, там новомесячие, там праздники, седмицы? Нет, через это невозможно получить духа святого, а только через наставление в вере. И Павел их осуждает за это. Многих христиан, наверное, смущает вот этот текст Библии. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, новомесячие или субботу. Но, Антонюк, а что ты теперь скажешь? У меня есть ответ. Читаю я следующий текст, 17-й текст, смотрите, он такой короткий. Это есть тень, вот эта вот есть тень чего? Будущего. А 10 заповедей Божьих, что, является тенью Иисуса? Нет. А что является тенью Иисуса? То, что происходило в святилище, в храме. Служение, жертвоприношение, обряды, эти все. Библия говорит, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Поэтому, это очень серьезное дело. Как же Антонюк должен ответить на вопрос? Тут же конкретно написано, что пусть не смущает вас суббота. Но вы заметьте эту троицу. Праздник, новомесячие, суббота. И давайте будем с вами следовать. Еще я одну цитату от этого человека, который написал это рассуждение, такое, которое меня удивляет. Смотрите, неудивительно, что апостол Павел, открывший слушателям свою всю полноту, вы знаете, как он правильно написал, что он всю полноту промысла Божьего открыл, ничего не говорил язычникам о субботнем покое. Это же обман. Если апостол что-нибудь и упоминал о субботе, то лишь увещевал не хранить субботнего покоя, и удаляться от соблюдающих еще этот обряд. И это он строит, это свое такое резкое заявление на основании, что никто до вас не смущает за новомесячие, праздник какой-либо и субботу. А он говорит, что Павел категорически отказался. Давайте мы проверим, насколько Бринза является способным богословом. Давайте вместе с вами попробуем изучить это. Против какого же закона выступает Павел? Итак, праздник суббота новомесяча. Эту троицу заметьте. Но это очень интересно. Против этой троицы Бог выступает в Ветхом Завете. Бог, который дал субботу как заповедь, никак он не может против четвертой заповеди выступать в Ветхом Завете. А он, однако, выступает против субботы. Давайте посмотрим. Пророк Исаия говорит, не носите больше дарод тщетных. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Бог называет эту субботу беззаконием. Дальше совет. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши отточимые, перестаньте делать зло. А что такое зло? Нарушение любой из десяти заповедей. Нарушение четвертой заповеди это зло. Значит, никогда не может четвертая заповедь быть помещена вот в этом слове суббота. Значит, здесь что-то не так. Значит, здесь идет речь о какой-то иной субботе. Смотрите, что пишет Соломон. Чтобы по уста у каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы, новомесячи и праздники три раза в году. Итак, три раза в году есть новомесячи, праздники и субботы. Суббота есть, которой всего три раза в году. Есть 52 субботы в году, а есть 3 субботы в году. Возникает вопрос. Это одно и то же? Это четвертая заповедь, седьмой день или это что-то другое? Нам нужно открыть эту правду. Что представляют эти праздники и субботы? Давайте посмотрим праздники, где Господь говорит конкретно о праздниках. И сказал Господь, вот праздники мои, шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание, никакого дела не делайте, это суббота Господня. Итак, Библия говорит, в Библии есть суббота Господня. Она является седьмым днем. Бог говорит, шесть дней я работаю, делаю всякие дела, а день седьмый Господу Богу. Это Господня суббота. Итак, мы с вами видим, конкретно написано, есть суббота Господня. Но дальше, читая о праздниках, которые евреи выполняли, Библия описывает, Моисей записал, Пасха, первый праздник, праздник опресноков. Вот праздники Господни. Первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней есть опресноки, первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертвы Господу, в седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. Очень важная деталь. Вот это, что я желтым как суббота, седьмой день недели. Нужно в субботу, седьмой день недели, Господь говорит, проводить священные собрания, никакой работы не работайте. И заметьте, первый день и в седьмой день нужно это делать. Скажите, это выпадает всегда на субботу? Скажем, первое число и седьмое число, это подряд две субботы или это не подряд субботы? Чтобы было подряд две субботы, то нужно первое и восьмое число. Правильно или нет? А если первый и седьмой выпадают на две субботы или нет? На одну может выпасти субботу, а на другую нет. И скажите, пожалуйста, 14-го Ниссана в месяце, 14-го, скажем, июля, скажите, каждый год 14-го июля выпадет на субботу? Нет. Точно такая ситуация была тогда. Но Бог говорит, что 14-го, это очень важный праздник. Что 15-го и затем плюс 6 дней, опять суббота и суббота. Что это? Как это сколько суббот? У недели только одна суббота. А Бог говорит, что их больше. Значит, это очень интересно. Получается, Бог сказал, что у меня есть моя суббота, седьмой день недели. А здесь написано, что есть еще какие-то праздники. Второй праздник иудейский. Это седьмец праздник или праздник труп. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым в седьмом месяце, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник труп священное собрание. Никакой работы не работайте, а приносите жертву Господу. Также в девятый день седьмого месяца от всего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Никакого дела не делайте в день сей. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера, девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Скажите, первого числа и с девятого на десятые. Скажите, это выпадает две субботы? Если первого суббота, то следующая суббота будет восьмого, но никогда не десятого. Правильно или нет? А здесь десятого числа это суббота, Бог говорит, ваша. И Бог говорит, что это ваша. У Бога есть его суббота, суббота Господня. А Бог говорит, а я даю вам еще одну субботу, но она ваша, она не моя. Это очень интересно. Давайте прочитаем о третьем празднике. Праздник Кущи. Пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуете праздник Господний семь дней. Первый день покой и восьмой день покой. А здесь может выпасть как? На две субботы, да? Кущих живите семь дней. Итак, Библия показывает нам. Но одно, что я должен заметить. Первый день, то есть пятнадцатое число, и затем было десятое число суббота, да? Предыдущий праздник. Десятого числа. А теперь пятнадцатого дня Бог говорит, что это у вас суббота, покой. И затем плюс еще семь дней опять будет покой. Вы видите, не совпадает с недельным циклом седьмой день недели. Это говорится о каком-то другом покое. Суббота, покой, но Бог разделяет покой на две категории. Давайте посмотрим разделение это Божие. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу. Затем я не читаю уже эти тексты, с 33 по 36 написано о празднике Кущи. А 37 текст подводит итог. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, каждое в свой день, кроме... Вы чувствуете? Есть субботы ваши, кроме суббот Господних. Скажите, это одно и то же? Нет, друзья. Друзья, празднуйте субботу вашу и кроме суббот Господних. Есть две категории суббот. Итак, первая категория суббот. Суббота временной отрезок, недельный цикл, седьмой день недели, памятник творения, четвертая заповедь закона Божьего, знамени между Богом и человеком, печать Божья. Господь говорит, это моя суббота. Но есть еще субботы ваши. Давайте смотрим на субботы ваши. Соломон описывает. Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение, по заповеди Моисея, субботы в новомесячье и в праздники. Три раза в году праздника пресноков, праздник седмиц и праздник кущей. Итак, есть субботы, которых три раза в году, и есть пятьдесят две субботы. Давайте посмотрим, какие это, что представляют субботы ваши. Вторая категория суббот. Суббота – это еще три праздника по несколько дней в году, когда евреи покоились и праздновали смысл тени будущих благ. И там есть первый и последний день в каждом празднике – суббота. Эти субботы были символами Божьего плана спасения и указывали на пришествие Мессии. Эти праздничные дни Бог назвал – это ваша суббота, не имеющие ими ничего общего. С пятидесятью двумя субботами в году, о которых Бог сказал – седьмой день недели суббота – это суббота Господня. Я хотел, чтобы вы обратили внимание, я вам говорил, эту троицу заметьте. Всегда в Библии, когда вы будете перечитывать Ветхий Завет или Новый, и вы увидите эту троицу – праздники, новомесячья, субботы. Помните, мои дорогие, там не говорится о четвертой заповеди, там не говорится о седьмом дне недели, там говорится совершенно о другой субботе, то, что является праздниками иудейскими. Три важных праздника иудейскими. Итак, система субботы вашей, она вечна. Скажите, навсегда Бог дал эти субботы ваши, эти праздники? Нет, пророчество говорит. Смотрите. «И прекращу всякие праздники ее, новомесячья и субботы ее». Именно об этом Павел говорит. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, новомесячья или субботы. Скажите, это то же самое? Праздники, то есть, прошу прощения, праздники, новомесячья или субботы, и внизу, и вверху на том тексте. Одно и то же написано или нет? Одно и то же. То есть, праздники, новомесячья и субботы, когда вы троицу эту встречаете, помните, это не суббота, день Господний. Это другая суббота. Суббота еврейская. А что сделали христиане? Назвали четвертую заповедь еврейской субботой. А Бог кому дал четвертую заповедь? Адаму и Еве. Вы дети Адама и Еве, не Авраама. В основном. Я верю, что есть и дети Авраама здесь, но большая часть тут не детей Авраама, а дети Адама все. Поэтому серьезно подумайте. Закон Моисея, книга закона. Вот это то, что было отменено и пригвождено ко кресту. Против какого же закона выступает Павел? Давайте перечитаем хотя бы некоторые моменты из Евангелия. Я думаю, что я не буду перечитывать эти все тексты, потому что слишком много, и у меня не работает пульт, и я буду стоять здесь. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла в Арнаве с ними, то тогда они послали Павла в Арнаву и некоторых других отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения какого дела? Учение христианской церкви или чего? Начало учения церкви, или они разбирают проблему, возникшую в церкви, уже которая существовала. Проблему рассматривают. То есть учение церкви, церковь имеет основание, и она стоит уже. Но пришла ересь в церковь, и апостолы разбираются с ересью. И Моисеев закон говорит о некоторых вещах, которые нужны христианам. И они это подчеркивают. И смотрите, они говорят, по долгом рассуждении Петр стал сказать, что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников его бремя, которого не могли понести ни отцы ваши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Поэтому я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им. Что написать? То, что написано в законе Моисеевым. То есть, помимо того, что мы преподали апостолам, апостолы этим христианским церквям основание веры, из закона Моисеева нужно взять следующее. Воздерживаться от оскверненного идолами, блуда, удовленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего себе не хотят. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Написавший и вручивший им следующее. Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать. Какой закон? Я думаю, что вы все понимаете. Поэтому пусть Бог поможет каждому из вас серьезно подумать об этой проблеме, что надо чуть-чуть глубже копать у Библии, не срезать вершки. Следующее, давайте. Блаженый человек, которому Господь... Это пишет Павел. Блаженый человек, которому Господь не уменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Скажите, о чем идет речь? О десяти заповедях или о чем? О проблеме...